здравствуйте дорогие друзья здесь техной нот и его команда знаете ли вы что в столице финляндии городе хельсинки на крыше одного из домов находится самый настоящий боевой истребитель миг-21 не знаете ну тогда сейчас расскажем поехали если честно сам узнал об этой достопримечательности города хельсинки во время последней поездки до этого как-то был рядом много раз с этим местом и не знал что есть такое чудо тем более что самолета снизу не видно если кто плавал на пароме принцессы анастасии из петербурга то знает что паром швартуется в западном терминале а через дорогу находится гипермаркет электроники как раз рядом с знаменитым писающим мальчиком который внушает некоторый ужас к сожалению после того как отказал мой внешний жесткий диск и погибли все видеокадры с камеры из хельсинки мы успели сделать ролики только про электросамокаты и смотр пожарных финской столицы эти ролики можете кстати посмотреть на основном и лайв каналах в общем для этого ролика могу использовать только фотографии это досадно но не так страшно ведь мы все время говорим что лучше один раз увидеть самому чем сто раз на ютюбе зато можно спланировать посещение этого интересного места себе на будущее и так здание торгового центра вирка каупа где фанаты покупок электроники с границей закупаются техникой примечательно еще и тем что в нем расположен музей игровых компьютеров и приставок тоже весьма атмосферное место с небольшой экспозицией там конечно представлено много различных видео приставок и фигурок игровых персонажей но большинство из тех приставок нам ничего не говорит просто потому что такие штучки не продавались у нас от слова совсем а вот посмотреть на apple 2 и макинтош всегда интересно как я сказал экспозиция небольшая но музей занимает аж два этажа но насладившись олдскульной техникой можно подняться на лифте на седьмой этаж и выйти на смотровую площадку с данной площадке вы можете увидеть ближайшие окрестности города хельсинки и порт но ее изюминка в том что на крыше стоит самый настоящий истребитель миг-21 bis эта крылатая машина послужила верой и правдой финским ввс и обрела здесь свою стоянку машина имеет характерный камуфляж ввс северной страны интересно что на машине сохранились и надписи на русском языке которые местами дублируются на финском но в основном в кабине а как же так спросите вы что делает самолет сделанный в советском союзе финляндии а все довольно просто немножечко погрузимся в историю после окончания второй мировой войны финны старались поддерживать дружественные отношения со своим северным соседом и дистанцировавшись от блока нато заключили в сорок восьмом году договор о дружбе сотрудничестве и взаимной помощи ключевым положением договора стало установление сотрудничества между двумя странами сфере обороны на случай военной агрессии со стороны германии или любого другого союзного сне государства это касалось как фрг стран нато так и гдр и варшавского договора при этом финны старались диверсифицировать закупки военной техники приобретая оружие как западных странах так и в ссср шестьдесят втором году советский союз поставил первую партию учебно-тренировочных миг-15 пути затем поставки других моделей самолетов продолжились семьдесят восьмом году финские ввс получили первые два миг-21 bis а восьмидесятом году была передана следующая партия из 18 машин свое время это был один из лучших самолетов в своем классе сочетая хорошие боевые и летные характеристики с невысокой ценой а также не требуя огромных затрат в эксплуатации кстати при потолке в 17 800 метров для данного самолета финские пилоты совершили более 20 полетов на высоте превышающей 20 километров но несмотря на то что это была советская машина финляндии миг-21 получил ряд усовершенствований в виде новой навигационной системы и некоторого другого оборудования произведенного на западе еще есть один интересный момент и он заключается в том что по условиям договора поставки истребителей финская страна не должна была знакомить третьи страны составом вооружения характеристиками радиолокационного прицела и внутренним устройством кабины и надо отметить финны безукоризненно выполняли это соглашение не допуская фотографирование кабины изнутри даже для иностранных корреспондентов 98 году эти миги сняли с вооружения и часть из них попала в авиационные музеи финляндии один вот приземлился на крыше торгового центра где вы его и можете увидеть своими собственными глазами а попасть на смотровую площадку можно бесплатно часы работы торгового центра так что планируйте свое путешествие по финской столице с учетом и этой достопримечательности такая вот история надеюсь было познавательно оставайтесь с нами и никуда от нас не уходите подписывайтесь на канал техно и нот на youtube ну просто чтоб не пропустить что-нибудь интересненькое а оно наверняка будет большим приветом из хельсинки до новых встреч друзья товарищи а 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 Субтитры сделал DimaTorzok